Как мы уже сообщали ранее, в Славянском районе был дан старт конкурсу на лучшее оформление объектов потребительской сферы. В преддверии новогодних праздников повсюду выросли традиционные рождественские елки, появилась праздничная иллюминация, установлены сказочные персонажи. Но есть объекты, руководители которых решили обойти конкурс стороной. Подробности в репортаже Дины Капачевской и Александра Косицына. Славянск на Кубани засиял по-новогоднему. Повсюду выросли традиционные рождественские елки, появилась праздничная иллюминация, установлены сказочные персонажи. С витрины ювелирного магазина Камея на прохожих смотрят веселая фигурка Деда Мороза и оленя. Торговый объект стелс по улице Ковчуха также радует жителей новогодними баннерами, традиционными новогодними фигурами и подсветкой. Магазин строительных материалов «Позитив» светится разноцветными гирляндами, а ювелирный салон «Карат» напоминает настоящую зимнюю сказку, где главный волшебник Дед Мороз. Не только торговые объекты в канун новогодних торжеств приобретают праздничный облик, но и социальные. Детская школа искусств, городская библиотека, городской дом культуры, школа номер 16 сияют необычайно ярко и празднично. И, конечно же, главное украшение нашего города – это елка на театральной площади с меняющейся подсветкой и новогодними игрушками. В городе она главная, но не единственная. В микрорайоне Губриз и Копыл также располагаются главные атрибуты новогоднего праздника. Такое оформление города помогает создать новогоднее настроение абсолютно каждому жителю. Ведь гуляя по его улицам, фасады зданий излучают частичку новогоднего настроения и ощущается атмосфера скорого праздника. Но, к сожалению, в поле зрения нашей видеокамеры попадались и объекты, совсем не создающие праздничного настроения. И таких по городу немало. Магазин «Газификация», «Банк Кубань Кредит», «Всероссийский банк развития регионов», «Офис нефтяников», «Пекарня Маруся». Хочется верить, что, посмотрев наш репортаж, всё изменится. Спешите. До Нового года осталось 8 дней. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».